Приветствую, друзья! Я дам чёткое короткое объяснение, чем отличается метод ключа от всех методов в мире. Он на самом деле уникальный, потому что, например, он позволяет не только снимать стресс, это можно делать и другими методами, он позволяет использовать энергию напряжения стресса в желаемом направлении для решения ранее нерешаемых задач, включения творческих ресурсов и работы с нулевым состоянием, чтобы воспитать у себя навыки, с помощью которых вы можете при любом стрессе перекидывать его энергию напряжения на решение нерешаемых проблем, осуществление желания и достижение более скорого своих целей. Вот для чего нужно. Поэтому, поскольку человек находится обычно в доминанте, благодаря Ухтамскому мы знаем, что это такое, доминанта распространяет своё влияние на все отделы головного мозга, и радиация называется, генерализация, поэтому он не знает, в каком состоянии, когда находится. Влюбился в доминанте, разочаровался в доминанте, несчастная любовь в доминанте, утрата близких доминанта. Он там не может сопоставлять, потому что там нет конкурирующих доминантов. Поэтому он в трансе. Доминант – это транс. С генерализацией своего влияния на все окружающие стороны мозга. Поэтому человек, находясь в этом, теряет критичность. Ему что-то говорят, а он не слышит. Ему говорят, например, да успокойся, или, например, эта невеста тебе не подходит, родители говорят, а он не слышит, потому что она у него окрашивается божественным светом. Так вот, если, внимание, если Ганс Селье создал теорию стресса, то я создал теорию антистресса, условно говоря, или стресс-иммунитета. Стресс-иммунитета. Как повысить стресс-устойчивость для того, чтобы быть защищённым от этих вот воздействий, которые у нас создают доминанты. А для этого мы тренируемся в нудовом состоянии. Это состояние между сном и бодрствованием, условно говоря. Это состояние нуля, оно же называется, если его раздвинуть по времени, будет нирвана. Это я определил. Оно же называется дефолт работы мозга. Современные психологи так определили. Короче говоря, я нашёл и определения новые к этому, и механизмы, чтобы вы могли включать. И в нужный момент, когда испытываете потрясение, неожиданность, чашка упала, и вы в вот таком состоянии, вам хочется сказать, ах, там, туда-сюда. А вы эту энергию перенаправили на решение нерешаемых вопросов. Например, дописать картину, книгу, подготовиться к соревнованиям, и вы всё время на коне. А не в номинанте только. Потому что у вас через ноль появляется способность сравнивать и всегда находиться с точкой опоры. Вот оно в чём дело. Поэтому, друзья, на вебинар 20-го числа, нет, 22-го числа, 20 часов по московскому времени, и там я покажу вам и теорию, коротко скажу, и алгоритм скажу, как выходить на нулевое состояние, как использовать энергию стресса для решения своих проблем личных в разных сферах жизни. До встречи.